Уважаемые товарищи, полтора месяца назад при встрече мы с вами обсуждали, соответствует ли наше законодательство сложившейся обстановке, насколько оно эффективно позволяет реагировать на современные вызовы. Вывод был сделан однозначный. Необходима корректировка по всем направлениям уголовного, трудового и прочего законодательства. Объективной основой для этого является запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране. Законодательство должно не просто оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. После нашего совещания парламент, администрация президента, государственный секретариат, Совет о безопасности, другие ведомства подготовили порядка 10 законопроектов. В ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие. У нас есть хороший пример, я тоже часто об этом говорил, Российская Федерация. Из увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно, приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно. Ну, допустим, вопросы героизации, нацизма или как там они назвали это. Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом, так как они воспользовались нашим горьким опытом. Как докладывают наши спецслужбы, жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности. От призывов к незаконным забастовкам до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования. Здесь присутствуют руководители правительства, парламента, судейского корпуса и правоохранительных ведомств. Хотелось бы услышать от вас ответы на ряд вопросов. Во-первых, какие основные изменения планируются в уголовном законодательстве? Насколько системно оно пересмотрено? В полной ли мере обеспечивается охрана конституционного строя? Еще раз подчеркиваю, люди должны знать эти изменения законы, ознакомиться с их содержанием и четко уяснить, какие будут последствия за несоблюдение законов. Второе. Какие механизмы предусмотрены в части борьбы с экстремизмом, обеспечения национальной безопасности и охраны общественного порядка? Третье. Что сделано для наведения порядка в адвокатуре? Основная задача этого правового института – защита законных интересов граждан, субъектов хозяйствования. Как они здесь неукоснительно соблюдают закон? Поэтому давайте и на этот вопрос посмотрим. Но, еще раз подчеркиваю, без попыток поставить кого-то на колени и наклонить. Виноват? Отвечай. Не виноват? Иди работай. Четвертое. Что еще необходимо, чтобы наши граждане могли спокойно жить и работать, а госслужащие, военные, исполнять свой долг? Вот этих вбросов в интернет, персональные данные, угрозы семьям, детям – это должно вырезаться каленым железом. Говорю прямым текстом. Уважаемый товарищ президент, в исполнении вашего поручения проведен масштабный пересмотр законодательства. Правовые нормы изучались в преломлении как на события после выборного периода, так и на необходимость предупреждения новых возможных форм деструктивной активности. В этих целях работа велась сразу по нескольким направлениям. Для этого на площадке администрации президента и государственного секретариата были созданы две рабочие группы. Первая занималась непосредственно совершенствованием кодексов по вопросам уголовной ответственности. Вторая – координировала деятельность по корректировке законодательства в сфере общественной безопасности.